История 86. Волшебники из Цвалу. Принцесса отдыхала на рулёжке. Только что она гордо, не уронив крыла, освободила двухкилометровую полосу аэродрома Цвалу. И теперь вполне весело показывало язык, бушующий за холмами грозе. Экипаж не отставал. Когда схлынула полётная нагрузка, в глазах появились счастливые искорки приключения. Я был безумно рад тому, что впервые в жизни и более чем удачно приземлил планер на незнакомом огромном аэродроме в пустыне. И, выбравшись из кабины, минут пять скакал вокруг принцессы, фотографируя восхитительный пейзаж и довольные физиономией. Солнце пряталось за горизонт. На аэродроме не было ни души. Сильный ветер пока держал отгрызающуюся молниями стихию. И, вспоминая недавнюю бурю в пустыне, первым делом захотелось покрепче зашвартовать принцессу. К моему стыду к посадке вне домашнего аэродрома я был не готов ни технически, ни материально. Третий день суета, с которой немцы очень старательно выкатывали и закатывали планера, мешало сделать простейшее действие – спрятать в багажник планера немного денег и кусок шнура для швартовки. Немцы в итоге так и не полетели, а перед нами возникла интереснейшая задача – организовать швартовку подручными средствами. Хорошо, когда Ко Пайлот в теме. Короткое совещание, и принцесса заняла самое лучшее место на стоянке для бизнес-джетов. Из пары полиэтиленовых пакетов мы сплели отличный жгут и накрепко привязали крыло к удачно добытому швартовочному грузу. Огромные с залитой бетоном покрышки было невозможно поднять, но они легко катались. Еще одну покрышку удалось соединить с хвостом планера. Ух… коня на ночлег определили. Пора и о себе подумать. Цвалу. Аэродром миллионеров в частном природном парке, организованном Сивиным бойлером. Он купил десятки ферм, занимающих более тысячи квадратных километров, чтобы создать заповедник, в котором восстанавливается дикая природа Африки. Редкие виды животных планировалось вернуть в естественную среду обитания. Проект удался. В красивейшем месте, где оранжевые пески пустыни Калахари обнимают невысокие цепочки гор, стали жить и успешно размножаться львы, редкие виды антилоп, жирафов, буйволов, зебр. Возникла крупнейшая в мире популяция черного носорога. На территории парка ограниченное количество жилья. Доступно 18 номеров со стоимостью около 3000 евро в день, забронированного на месяцы вперед. Так что подумать у полосы для миллионерских бизнес-джетов было о чем. Первым делом я отправил сообщение о посадке Диме Тимошенко и написал в Курмангерду. Потом, налюбовавшись огромными гнездами птичек, заселивших зал ожидания, удалось добыть телефоны парка. Сюрпризом стал неработающий на исходящие звонки местный номер. Интернета на сообщениях хватало, но не более. Спасла вторая сим-карта и второй почти разрядившийся телефон с международным роумингом. В офисе парка удивились, уточнили нашу целостность, самочувствие, состояние и регистрацию планера, обещали незамедлительно помочь. Мы успокоились и гуляли по аэродрому, любуясь аккуратным и грамотным оборудованием. Дизель-генератор Дейтс, пожарная машина, заправочная станция. Идеальный порядок, из которого выделялось лишь устремленное в закат красивое крыло принцессы. Не успело стемнить, как примчались два джипа. Огромные потомки буров излучали всепобеждающее спокойствие и уют. Осмотрев планер, добавили крепких веревок и с веселыми расспросами повезли в знаменитый заповедник. Так и началось нечаянное ночное сафари. Минут десять рейнджеры открывали и закрывали бесконечное число ворот. Похоже, зверей и аэродромный периметр хорошо охраняли, но заборы закончились, и живописные красные дюны стали без ограничений танцевать с оранжевыми извилинами дороги. Мы в заповеднике. Через триста метров выбежало что-то рогатое, потом еще и еще. Наш водитель то и дело притормаживал и описывал редкость и особенности того или иного копытного. Восторгу не было предела, и в нем постепенно растворялся адреналин предыдущих часов. Окончательно мы успокоились, подъехав к группе красивых построек, гармонично вписанных в ландшафт скалистых холмов. Уютный лагерь работников отеля мгновенно окружил нас дружескими улыбками и рукопожатиями. Припорошенные оранжевой пылью рейнджеры возвращались с любимой работы. У всех были рации. Зная про нашу историю, они здоровались и поздравляли с удачной посадкой в раю. Через пятнадцать минут у нас появились ключи от одного из номеров рая, приглашение на ужин и барбекю в честь дня рождения. Параллельно закрылись формальности с приземлением. По телефону доложили инспектору САА, что вынужденная посадка выполнена по неблагоприятным метеоусловиям. Экипаж цел, техника исправна и готова к утреннему вылету. Инспектор пожелал хорошего отдыха и пообещал дать разрешение к десяти утра. Номер оказался простым, но вполне комфортным. Душ ласково смыл усталость, а ужин... Не знаю, чем обычно кормят работников цвалу, но я съел, пожалуй, самую вкусную баранину в своей жизни. На деревянных шпажках было приготовлено нежнейшее, тающее во рту ароматное мясо, от которого было невозможно оторваться. Лишь нечеловеческим усилием воли удалось прекратить пир и продолжить наслаждаться общением и покоем. Нас окружали волшебники. Те, кто читал «Понедельник начинается в субботу» и «Полдень двадцать второй век» Стругацких легко вспомнят красоту человека, увлеченного своей работой. С пыльных дорог заповедника возвращались счастливые и довольные люди, которые все делали вкусно. Умывались, улыбались, ужинали, беседовали. Лично меня накрыло этой атмосферой так, что мысль устроиться на работу в пустынные гиды казалась более чем логичной и здравой. Примерно с этими мечтами меня и накрыл сладкий сон, омрачаемый лишь тревогой зорниц. Как там принцесса? Лишь бы ее шквалами не потрепало. Меня подбросило до рассвета. Пять часов сна полностью восстановили мои силы. Пустыня звала встречать рассвет и изучать метеообстановку. Грозовые блоки рассосались, но не все. Я смотрел на розовые наковальни и прикидывал дистанцию и направление. Солнце восходит на востоке, значит, путь на аэродром вроде как чист. Фух, выдыхаем. Джипы купались в рассвете. Веселые рейнджеры мчались навстречу новому дню, растворяясь в оранжевой магии пустыни. Проводив все машины, я одним глазком заглянул на кухню. Баранина была на месте. Четыре восхитительные шпажки сиротливо ютились на дне сковородки. С урчанием я спас одну и на всякий случай вторую. Зажмурив глаза, подкрался к третьей и, не пропадать же, расправился с последней. Лучшим лекарством от стыда оказался сон и разбудил меня уже призыв на завтрак. К счастью, компрометирующая сковородка исчезла, и мы вполне обычно позавтракали кофе, фруктами и круассанами. За завтраком к нам присоединился пилот местного вертолета, со вкусом обсудивший коварство гроз и трудности летной работы. Как и было договорено, в 10.30 прибыла машина и, проведя очередное нечаянное сафари, доставила на аэродром. Для взлета нам давали окно между двумя бизнес-джетами. Из-за отсутствия буксировочного 30-мм кольца тянуть принцессу за машиной не получилось, и пришлось руками толкать планер к торцу бесконечной полосы. Полтора километра по 35-градусной жаре, это, скажу я вам, еще та зарядочка, подмывала забить и взлететь с серединки. Но мой инструктор Робин мудро говорил, «Игорь, не бывает коротких полос, бывают ленивые пилоты». На второй-третье позвонил инспектор САА и поинтересовался, все ли в порядке. А потом, услышав мой запыхавшийся ответ, уточнил, а точно ли все в порядке? Я пояснил, что планер толкаем. Инспектор извинился и пожелал хорошего полета, выдав на всякий случай текущую метеосводку с перспективкой грозовой активности после 14.00. Принцесса украшала торец полосы 36. Все было проверено и готово. Мы обнялись с нашим другом-волшебником и уточнили, как мы можем оплатить аэродромные сборы и ночлег. «Да вы что?» — почти обиделся огромный человек-гора. «Это же вынужденная посадка, все за счет заведения. Может, и вы потом выручите таких же странников? Мы же люди! И должны помогать друг другу!» Взлетали мы идеально. Измерения показали, что если строго держаться осевой, то до фонарей будет по полтора метра. Принцесса разгонялась. Хороший встречный ветер помогал держать крыло и осевую. Скорость 90. Закрылки на плюс. Взлет. Набрав безопасные 50 метров, задрассировали двигатель и выполнили круг почета. Крыло гладило мир добрых волшебников. Они махали руками и, как обычно, радовались. Так уж повелось в этом чудесном месте. На 500 метрах двигатель стал не нужен. Струйка теплой энергии заправляла нас топливом высоты. Через час мы были в Курумане и даже успели выполнить контрольный вылет с Димой Тимошенко. На неделю принцесса планировала радовать человека, который 8 лет назад покатал меня на настоящем белоснежном планере и навсегда зажег в глазах бесконечную жажду небесных приключений. К аэродрому подходила гроза. И хотя мы очень уверенно обещали держаться от нее подальше, разве можно было пролететь совсем мимо? В 30 километрах от аэродрома нас забросило на 5000 метров. Дима подвывал от восторга даже громче меня и честно утверждал, что эта принцесса взяла нас в плен. И это она хулиганит и заставляет делать потрясающие фото и видео. Принцесса же любовалась на двух пьянеющих отчасти великовозрастных балбесов и вспоминала волшебников из цвалу. Как же это прекрасно любить свою работу, каждый день радоваться жизни и дарить счастье другим. Принцесса считала, что она тоже волшебница. Потому что два дня заглянув черный клин грозовой пасти, она изо всех сил старалась внушить своим пилотам мысль «Только не туда, там я погибну». Как же прекрасно все получилось. Пилоты скакали по аэродрому, такие счастливые. Да и Дима, похожий с той же шайки. Усы грозе щекотят. Обалденная у меня работа. Принцесса жмурилась на упирающиеся в грозу солнце и мечтала о будущих экспедициях. Новая Зеландия, пожалуй, подойдет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok